Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Тема сегодняшнего видео – это реальность, то, что мы наблюдаем вокруг себя. Каждый из нас соприкасается с реальностью, так или иначе. То есть мы чувствуем, что происходит, видим, наблюдаем, осязаем, используем свои органы чувств, и органы, которые у нас есть внутри, это тот орган, который позволяет нам чувствовать. То есть я имею в виду, в данном случае, вы знаете, что каждый из нас предчувствует о том, что может произойти сейчас. И об этом я говорил больше в видео про интуицию. То есть мы предчувствуем, что вот сейчас это может произойти. И получается, что у нас есть связь, то есть не только с самим собой, но и со Вселенной, с тем, что происходит вокруг нас. И эта тонкая связь, она помогает нам понять, куда нам двигаться. И поэтому, когда я говорил об интуиции, я говорил о том, что мы чувствуем, что важно сейчас делать это или то. И когда мы это делаем, то мы приходим к правильному результату, к корректному взаимодействию. И Вселенная – это не что-то внешнее, да, а это скорее то, что располагается внутри сознания. То есть сознание, оно создает саму Вселенную. И когда мы играем в эту игру, да, соприкасаемся с ней, то мы можем почувствовать ее, как будто мы использовали шлем виртуальной реальности. То есть, но в данном случае этот шлем – это и есть наше тело. То есть тело с помощью мозга, да, с помощью сознания моделирует это все. А мы в данном случае, как игрок, погрузившись в это, соединившись, принял условия игры, чувствуем, что происходит с нами. И получается, эта Вселенная состоит из материи, энергии, пространства и времени. И эти четыре компонента, они определенным образом взаимосвязаны. То есть первым идет пространство, да, то есть это когда мы видим, что есть протяженность. То есть мы откуда-то наблюдаем и видим протяженность. То есть есть определенные точки, где заканчивается пространство, по нашему мнению. Вот, и это то, как мы ощущаем пространство. То есть определенная точка наблюдения и точки протяженности. Здесь также присутствует энергия, то есть перемещение определенных частичек, когда мы видим, что что-то меняется, что-то перемещается, да. И мы говорим о том, что существует энергия, то есть определенные потоки, рассеивания, спайки. Дальше, когда энергия конденсируется в определенные частички, больше и больше, то мы говорим уже о материи, она становится более плотной, и мы видим ее, можем почувствовать, взвесить или каким-то образом ее изменить. И когда мы видим, что это изменение происходит, мы говорим о времени. Потому что что такое время? Это, по сути, суждение о том, что что-то будет продолжать изменяться, продолжать существовать. И вот когда это происходит, мы говорим, что это время, что эти изменения, которые мы наблюдаем, есть время, наше суждение времени. Вот соприкасаясь с реальностью, с физической вселенной, мы чувствуем, что мы можем определенным образом повлиять на нее. То есть это я рассматривал еще в видео о желаниях, когда мы хотим, чтобы что-то произошло, и это исполняется. То есть мы определенным образом воздействуем, взаимодействуем. Но также это воздействие, опять же, должно быть корректным, чтобы мы создавали нечто, направленное на улучшение состояния, на большее, чтобы было большее, ну скажем так, выживание не только для себя, но и для других существ, для всех, кто участвует в этой игре. И получается, когда мы делаем это, мы чувствуем, что делаем важные, правильные вещи. Получается, что вселенная, которая нас окружает, это как раз и есть интерпретация нашего сознания. То есть то, что мы моделируем, то мы и воспринимаем. То есть одна часть моделирует, то есть создает, а вторая часть воспринимает. Получается, как раз происходит такой обмен, обмен создания и обмен получения информации. И если посмотреть на это, то все происходит в таком замкнутом контуре. То есть что-то создано, потом это воспринято. И, соответственно, тут есть наша ответственность, то есть ответственность сознания за создание этого. И это не что-то внешнее, да, это скорее не один такой-то компьютер, который создает и моделирует реальность. А это совокупность таких вот компьютеров, которые есть в каждом человеке, которые есть у каждого. И вот такая совокупность этих компьютеров создает такой мир, который мы видим вокруг. То есть мы его вместе с вами моделируем. Соответственно, мы можем это поменять. То есть мы можем что-то перестроить в себе, и это моделирование изменится. Поэтому мы говорим, что мы можем влиять с помощью сознания на изменение реальности. Попробуйте практику сделать. Представляйте что-то в течение, как бы вы хотели, чтобы что-то было. Например, я создаю пространство любви, исцеления, счастья. Моделирую, чтобы в нашем пространстве были счастливые, здоровые, осознанные люди, которые направляют все свое внимание и энергию на улучшение качества жизни. Вы можете выбрать что-то другое, что для вас будет оптимальным, как вы почувствуете. И просто моделируйте это в течение дня, можно и больше, можно 2-3 дня. И потом наблюдайте за внешними изменениями и за внутренними изменениями. Что происходит, как то, что происходит внутри вас, что происходит, как вы чувствуете снаружи вас. И запишите это, что произошло, какие изменения вы почувствовали, что исполнилось, что не исполнилось. Самое главное, что произошло с вами. И когда запишите это, то отправьте мне в личные сообщения. Все мои контакты будут под этим видео или в комментариях к этому видео. Как вам удобнее. И эта практика поможет вам осознать, как вы взаимодействуете с реальностью и как вы влияете на нее, как она влияет на вас. И вы этот опыт проведете, эту практику, можете написать мне. Я проведу бесплатную консультацию, чтобы раскрыть гораздо большее. И расскажу, как можно изменить так свое состояние, чтобы вы могли корректно взаимодействовать со Вселенной, с реальностью и оказывать положительное влияние на нее, чтобы ваши суждения, которые вы, скажем так, хотите, чтобы осуществили, чтобы они действительно происходили. И тогда мы сделаем практику, которая поможет это улучшить состояние и сделать его более осознанным, счастливым и радостным. Вот на этом, друзья, на сегодня все. Я вам желаю счастья и осознанности. Если видео вам понравилось, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и смотрите мои следующие видео, они сейчас появятся у вас на экране. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!